И всем привет, мои умники, с вами Бодя. Да, сегодня мы посмотрим Мирби, как я это официально сказал. Если что, я знаю то, что он не выпускает уже как почти неделю ролик, и получается через примерно полнедели по логике у него должен выйти новый ролик, а пока его нет, мы посмотрим мои детские травмы. Мне интересно, у него были такие же детские травмы, как у меня? Ну, в плане болячек, там, допустим, упал об асфальт ногой. Короче, пойдите смотреть. Чё, как оно, с вами Мирби. А в общем ничего нового, это наш Мирби. Сегодня я расскажу вам о своих детских травмах. Как я и говорил, самое интересное у меня происходило именно в детстве. У меня не так много физических травм, поэтому на теле у меня всего лишь три шрама. Ага. Всего. Первая травма и самая весомая в моей жизни это перелом руки. Я делал... Не, у меня, кстати, не раз в жизни переломов не было. Отличные трюки на турнике, думаю, тут уже всё понятно. Я решил сделать такой трюк, как гробик, и я его научился делать. Ооо, а я научи... А я могу не только гробик, я могу супер гробик. А я ещё могу смертника делать и открутиться на... Да, 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 мои умники. Я могу повыпендриваться здесь. Только я последний раз два года назад на турнике был. Просто в тот день было сыро, и поэтому трава была мокрой. Ха-ха-ха, глупое оправдание. А я и не оправ... Не смей повышать на меня голос. Окей, я сделал его, встал и упал. Звучит глупо, но всё так и есть. Я слишком сильно раскрутился, что пошёл на второй оборот. Ладно, хоть нас переломал. А теперь, внимание, я упал, встал, посмотрел на руку и такой... Ребята, я руку сломал. Не, ну а чё, бывает. Всё, у меня вообще не было никакой реакции на это. Серьёзно? Я даже не чувствовал боли, я просто спокойно поехал в медпункт. Может, я всё-таки мужественный? С-смысле, со сломанной рукой? Серьёзно? Нет, ты просто одобитый. Потом было очень много проблем. Кость не срасталась, так как было смещение плюс осколки. Поэтому мне поставили внутрь руки железную палку, чтобы стал киборг... Чтобы она срослась правильно. Ну и в итоге у меня есть два шрама после двух операций. Вот они. Это выглядит очень круто и брутально, а это мой червячок Крейг. Привет, один... Второй случай, опять же, глупый. Я купался на речке и совершенно не предвещал беды. Я просто побежал в сторону травы, чтобы... Я не знаю... Просто побежал в сторону травы не осуждать меня. Но самое главное, когда я выбежал, мне сказали... Йоу, чел, у тебя вся нога в крови. И я такой... Я порезался... Нет, честно говоря, если мне было лет 9, я бы заплакал сразу, отвечаю. Трава, и не так, чтобы просто... А, подождите, я хочу проразить ещё раз с этого момента. И я такой... Нихуя Ладно И не так чтобы просто царапинка У меня свисал кусок кожи, из которого вытекал какой-то гной в совмещении с кровью Приятного вам аппетита После чего мне помог только один рука сеть Вдруг познётся в беде И я это испытал на себе Он мне помог дойти до родителей хотя бы После чего я поехал в больницу Мораль, если у вашего друга течёт странная белая херня из ноги Помогите Белая? Красная? Третья травма была аморальной. Как мне рассказывают родители, я пил молоко до 5 лет. И, как я понял, этот случай произошел именно в этом возрасте. Я приехал к бабушке, где был мой крутой дядя. Для меня он был тогда именно таким. И тогда он мне сказал. Йо, малой, короче, у меня есть для тебя тут сделка. Кто выпьет быстрее этот стакан молока, тот получит 3 конфетки. Так. Я очень долго перевариваю, что он сказал. Если ты... Кто выпьет быстрее этот стакан молока, тот получит 3 конфетки. Кто выпьет быстрее этот стакан молока, тот получит что-то конфетку, да? Три конфетки. Между нами прохотелось перекати поле. Я был на срон серьезный и ответил. Я готов, дядя. Потом я начал пить молоко изо всех сил. В итоге блеванул на бабушке ковер и получил конфетки. После этого я никогда... То есть... Ну, зато он победил. Я не пил молоко. И да, прости бабушка за ковер. А я наоборот, я наоборот люблю молоко. Вообще просто обожаю. Я постоянно его пью. Потому что от него расти быстрее становишься. Да. Артый случай окутан неизвестностью. Это как шрам Гарри Поттера, но только круче. Я совершенно не знаю, откуда он, так как мне не делали операции, кроме вышеперечисленных. Это вот эта сменька Снупи на моем локте. Привет, я Снупи. Мне серьезно очень интересно, откуда он. Ведь я ни разу настолько сильно не ударялся локтем, чтобы там остался шрам. Да даже мои родители не знают, откуда он. В любом случае, теперь я не одинок. Кипец, вот бы мне такой шрам на лбу. И тогда бы меня все звали не Боди, а Боди Репоттер. Репоттер. Их даже не нужно кормить. Привет. Очень странно говорить привет в конце, но... Ну, привет. Тески, да, теперь я не бомж, а... Янго. На самом деле... Янго? Если отложить шутки в сторону, то сегодня у нас серьезная тема для разговора. И я хотел бы рассказать о ней в конце этого видео. Насчет моей стилистики. Слишком, слишком много отрицательных мнений о моей новой стилистике под прошлым видео. И, по сути, я должен ее вернуть, но нет, я не буду его возвращать, как бы вы ни просили. Потому что это шаг назад, понимаете? Мне уже не нравится этот стиль. Мне не нравятся прошлые стили. Я их меняю не потому, что я хочу менять стиль, я хочу развиваться, хочу делать стиль лучше. И стиль, который сейчас у меня есть, я считаю его намного приятнее для глаза. Возможно, в будущем я еще изменю свой стиль. Или, возможно, даже в ближайшем будущем. Так что вам придется либо подождать, либо привыкнуть, либо уйти. Кто-то считает, что этот стиль является шагом как раз-таки назад. И, типа, я ухудшился в стиле, но... Нет, хорошо, наоборот, хороший стиль. Но я его не изменю, пока я... Но я не понял вообще, в смысле, какой старый стиль был, я же не видел. Сам это не... То, что я сейчас вижу, это хорошо. Правильным. Спасибо за вашу поддержку, спасибо за ваше мнение, за вашу критику. Я... Даже человек, который написал в комментариях под прошлым видео, типа, рисуй фоны. А не просто вставляй свои рисунки на готовые фотографии. Ты что, такой ленивый? Ты что, лошар? И теперь, как вы видите, все рисунки, которые были выполнены в этом видео, они сделаны мной. И они сделаны с фоном, нарисованным фоном. Ну, кроме... Думаю, вы можете меня простить за это. Я изменил звук. Теперь нету такого, что где-то очень громко, где-то очень тихо. Типа, для кого-то это очень... Да я вообще все идеально смотрел. Неприятно. Как я и говорю, я буду развиваться, но не лезьте в мой стиль, господи. Я рисую так, как я хочу, и... Зачем мне рисовать? Да, типа, если вам нравится, то вы смотрите, если вам не нравится, то вы уходите. Да, я понимаю тебя. В том стиле, который нравится вам, а не мне. В первую очередь, я должен... Мне должно самому нравиться то, что я делаю. Да, да, все правильно. Только потом уже получится так, что это вам понравится. Поверьте. Да, если кто-то разделяет его мнение, то он остается с ним. Все правильно. Это все, что я хотел сказать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и... Всем пока! Ну, мои умники. Вообще, я согласен с ним, то, что... То, что делает человек, в первую очередь, он как бы должен не слушать мнения чужих людей, а в первую очередь, как бы, ему должно быть важно в любом случае свое мнение, а только потом уже на втором месте идет чужое мнение, чье-либо и так далее. Так что он всегда должен делать все так, как именно он хочет, а потом уже прислушаться к чужому мнению. Ну, то есть, там, где-то что-то неправильно там подсказали и так далее. Ладно, давайте спецэффекты. По поводу видосика. У меня ни разу в жизни не было ни единого шрама на моем теле. Максимум чего... Ой, не шрама, а перелома. Максимум у меня был как раз шрам, но сейчас его уже нет. Я даже не знаю, где он. Ну, ладно, короче. Я думаю, я не буду показывать вам ноги. Поэтому, мои умники, у меня сейчас все чисто. Ну, максимум это было вот, когда я там упал обо что-то. У меня остался шрам. Да, но потом он прошел на следующий день. Через два дня. И почему я решил сейчас его искать, если его нет? Идиот. Поэтому, мои умники, я надеюсь, вам видосик понравился. Если хотите, то можете поставить лайк, подписаться на канал. Но это ваше дело. Я никогда никого не заставляю. Если хотите, то можете подписаться на инстаграм и вк. Я их активно веду, но я уже сказал, это ваше дело. И всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok